Купил дочке недавно серию учебников по истории России, так вы знаете, придраться не к чему. 16 век сплошь московиты, 17 прогрессивная роль польской интервенции, 18 о том, что Петр в принципе ничего особо не европеизировал, и до него уже по-польски понимали в стране, дворцовый перевод я уже не говорил. Александр Третий, очень милый, где осуждают запрет преподавания польского языка на русском, в польских гимназиях, то есть у меня впервые за много лет возникло желание вновь стать гражданином. По-моему, Россия идет к хибели, начав с признания вины, они скоро дойдут до распада. Да, да, в этом есть рациональное зерно, потому что вся целостность России, по моему глубокому убеждению, зиждется на лжи и на наглой уверенности в своей правоте. Уберите из России уверенность в своей правоте, и Россия разваривается, потому что других оснований для ее целостности, по моему глубочайшему мнению, нет. Да, в свое время говорил Аяталах Амени, весь российский народ, как мусульмане, так и немусульмане, то что мы будем иметь на развалинах России, жучьи его орду или халифа, поскольку все-таки пост-халифа вакантен. Вы знаете, это зависит от вкусов. Вот когда я строил себе усадьбу, которой я сейчас по вине ФСБ, как говорится, лишился ее, как говорится, 10 лет облизывал, но вот лежился. Так знаете, что было самое трудное? Самое трудное было разгребать строительный мусор. Вот. Уже, кажется, ну все, сделал вот эти кирпичи. Поэтому, мне кажется, самое трудное и самое неприятное, даже не столько трудное, сколько неприятное, это расчищать пространство. А что потом на этом пространстве будет? Ну, я, например, вижу на этом пространстве новую Америку, куда энергичные, инициативные, креативные, творческие люди со всего мира придут строить новый виток цивилизации. Очень хорошо. А когда это можно ожидать? Потому что я, признаться, уже задолбался. Дочка спрашивает, ну это, что же про тебя в школе? А у тебя скажи правду, что папа у тебя ваххабит, и у него временные разногласия с прокуратурой Чеченской Республики. Мы коллеги, у меня временные разногласия со средственным квалифитетом ФСБ. Поэтому, нет, вы знаете, я думаю, что, собственно, ждать осталось недолго. Единственное, что во всех этих процессах, вы знаете, это как в нарыве, да? Как эти бабки говорят? Да ты лучку печеного приложи, у тебя уже этой ночью все сойдет. А так будешь ходить с этим нарывом. То есть, нарыв российской государственности уже назрел. Значит, осталось только либо продезинфицированную иголочку, либо печеного лучку. Вот, не видно вот этой иголочки и этого лучка. А так, нарыв этот можно уже в 2010 году, это совершенно... Ну, и вот в лице таких новоязыческих перспектив, как вы говорите об Америке или исламизации, как наши соседи на юге, какова все-таки тогда в этом процессе историческом роль Руси святой? То есть, той территорией, которая сейчас принята по недоразумению именовать Украиной. Что же может сделать Русь святая для Руси подмонгольской на этом этапе развития? Дать пример. Дать пример свободы, демократии, цивилизованности. Чтобы мы не сравнивали, какую системообразующую, собственно говоря, функцию общества, экономики не брали, мы всегда убедимся, если будем беспристрастно смотреть, что в Украине решаются соответствующие, аналогичные проблемы по критерию затраты эффективности гораздо лучше, чем в России. Ресурсов нет, собственно говоря, затрат, нельзя сделать большие затраты, но эффективность гораздо больше. Да, понимаете, я вот много говорю вот в Украине, да что вы хвалите Украину, в Украине масса проблем. Так я же не говорю, что проблем нет. Я говорю, что решаются они лучше, опять же, все в мире относительно. Они решаются лучше, чем в России. Разрыв меньший. Да, есть бедные, есть миллиардеры. Нет же таких миллиардеров, у которых, как у Путина, 50 миллиардов, да? Да, к сожалению, нет. Бодро так. Ну, тем не менее, тем не менее, и в то же время, все-таки, украинское общество, ну, возьмите просто в метро толпу, киевскую и московскую, такой степени озлобленности нету в киевском метро, хотя тоже есть давки, понимаете? Да, но это еще Геллеровский описание. Вот простой пример, да? Наш народ повальяжный, поскольку это, кстати, шоу изумляет мою семью, когда они приезжают на отдых сюда, их изумляет не агрессивность украинской толпы. Это искренне изумляет каждый день, в магазине, в метро, в поезде. Это изумляет, что они не ожидают этого. Конечно, конечно, хотя все раздражающие факторы, собственно, аналогичные. Когда вы пытаетесь сесть в метро, которое идет с левого берега утром, толпа ничуть не меньше, чем мозги, а степень агрессивности меньше. Меньше. Вот это прекрасная иллюстрация нашего, собственно говоря, нашего тезиса о том, что здесь даются примеры решения всех этих проблем с меньшими затратами и более по-человечески. Ну, концепция Киева как было, как религиозного центра в свое время выдвинула, как запасной площадки для пришествия, собственно, второго. Потому что первой запасной площадкой был Константинополь. После того, как в Иерусалиме заложили золотые ворота, построили Константинополь, и потом построили золотые ворота в Киеве. И, правда, после реставрации возникает опасение, что ковчег не пройдет. Мы эти замужем. Но, тем не менее, эта концепция все-таки Киева как святого града, она работает до сих пор. Все-таки народ не так агрессивен, как на Востоке. С той поры, как наши предки в 1240 году прибыли сюда на верблюдах, проект Киевской Руси как центра этого джучьего улуса уже висит в воздухе добрых 800 лет. Какие у вас перспективы на нынешнем этапе развала России? Мне кажется, перспективы блестящие у Украины. Вообще, я уже где-то лет 5 по интернету ищу заинтересованных людей, хотя бы заинтересованных на уровне идеологическом. Я же не говорю на уровне, как говорится, делового. Значит, в продвижении проекта Киевская Русь, в восстановлении проекта Киевской Русь. В конце концов, если мы посмотрим с точки зрения современных вещей, где должна быть метрополия? Там, где производство более высокого уровня? Да, нет, обрабатывающее производство. А отнюдь не там, где сырье. Нельзя обрабатывать, это будет в Шанхае. В Шанхае, в Шанхае, все, что будет в Шанхае, оно и так там будет. И здесь мы ничего не сможем сделать, потому что это объективно. Другое дело, что что-то будет и в Киеве. Поэтому то, что не останется, достанется в Шанхае, достанется Киеву. И сейчас, мне кажется, надо донести до определенной части украинской техэлит именно вот эту идею. Идею о том, что, господа, у вас сейчас происходит какая-то перестановка, собственно говоря, правил игры. Какое-то переформатирование. В процессе любого переформатирования, что у нас существует? Две речи. Первое, это некие потери. Второе, некое высвобождение. Так вот, господа, высвобожденные ресурсы, кидайте в проект «Киевская Русь», органичным элементом которого является проект развала России и присоединения к Руси и Украине определенных частей развалившейся империи. А если вы хотите, собственно говоря, узнать это более подробно, с цифрами, фактами, графиками, таблицами, то, пожалуйста, могу об этом рассказать любому заинтересованному лицу или группе лиц.